Мастер спорта Расскажем сегодня. Смотрите в этом выпуске. От неудачных матчей к крупным победам футболисты крыльевсоветов пока нестабильно выступают в первенстве России. Чемпион будет известен через два месяца. В Самаре стартовала детская зубчининовская футбольная лига. Возможности для будущих атлетов к учебному году в самарских школах открывают новые спортивные площадки. В футбольной национальной лиге самарские крыльевсоветов выступают пока нестабильно. Крайне неудачные матчи сменяются крупными победами. Подробности последних игр расскажем в следующем сюжете. Самарские крыльевсоветов одержали победу в Волжском дерби. Подопечные Игоря Осенькина переиграли Нижний Новгород со счетом 3-0. Начало разгрома положил воспитанник КС Егор Галенков. Форвард замкнул передачу Антона Зиньковского головой на 19-й минуте встречи. Во второй половине игры Дмитрий Кабутов ворвался в штрафную гостей, перекинул галкипера, а нападающий Иван Сергеев поразил уже пустые ворота. Результативный пас на свой счет записал и вратарь Крыльев Евгений Фролов. Он далеко выбил мяч из своей штрафной, которым завладел вышедший на замену Роман Ежов. Футболист хладнокровно реализовал выход один на один. Да, мы, может быть, больше владели мячом и атаки, наверное, у нас даже в это время были опаснее. Но счет давил и ситуация турнирная, конечно, тоже заставляла нас быть чрезвычайно внимательными в обороне. По словам автора одного из голов Ивана Сергеева, футболисты Крыльев очень серьезно настраивались на игру, чтобы не разочаровать своих болельщиков. Вышли с полной мотивацией, не на 100, а на все 200 процентов. Вся команда выложилась и добыли очень хороший результат. Выиграли 3-0. Думаю, порадовали болельщиков. А вот в другом турнире, в Кубке России, Крылья Советов выступают уверенно. Своему сопернику по 1-64 финалу они отгрузили 5 безответных мячей. За развитием событий на поле следил наш корреспондент. Самая крупная победа Крыльев Советов за всю историю розыгрышей Кубка России. Накануне самарцы на своем поле разгромили Омский Иртыш. Волжане отличились уже на второй минуте. Егор Галенков забил головой после подачи углового. Еще через несколько минут защитник гостей Александр Крикуненко срезал мяч в собственные ворота. Под занавес первого тайма подопечные Игоря Осенькина довели счет до крупного. Дмитрий Кабутов расстрелял ворота гостей с близкого расстояния. После перерыва первый гол закрыли, забил нападающий Иван Сергеев. Александр Солдатенков установил окончательный счет на табло на 90-й минуте встречи. Волжане победили 5-0 и пробились в элитный групповой раунд Кубка России. Игорь Осенькин остался доволен результатом. По словам автора первого гола, футболисты Крыльев вышли на игру с запредельным настроем. Хотели реабилитироваться перед болельщиками за поражение в матче с Оренбургом. Те, кто мало играл, был в запредельный настрой, чтобы доказать. Ведь у нас каждый имеет право играть в стартом ставе. И вот мы выходили, и каждый бился, чтобы заслужить это право. Сегодня достаточно хорошо сложилась для нас эта игра. Мяч ходил очень быстро. Соперники не успевали за нами перебегать, где-то закрывать зоны. И у нас получилось скрывать эту зону и оттуда уже обострять. Следующую игру Крылья Советов проведут 30 августа в Красноярске. Они померятся силами с Енисеем. Стартовый свисток прозвучит в 14.00. У юных футболистов матчи совершенно другого уровня. Но для них они тоже значимые и очень важные на пути к мечте – стать профессиональным игроком. В Самаре стартовал турнир «Зубчининовская футбольная лига». За победу сражаются 12 команд. С будущими чемпионами пообщалась наша съемочная группа. Участникам игры нет и 10 лет, но на поле они сражаются за победу, как настоящие профессионалы. Играют детские команды «Луч против восхода». Ветеран Крыльев Советов Валерьян Панфилов пришел поздравить начинающих футболистов с открытием «Зубчининовской футбольной лиги» и пожелал ребятам удачи. Ну это очень здорово. И такие турниры, сами по себе когда это, да, а турниры, здесь уже дисциплина, здесь уже ответственность, здесь уже борьба. Кого-то кто-то выиграл, кто-то обязательно проиграл. Поэтому это в жизни пригождается. Нужно где-то наступить на горло собственной песни для того, чтобы команда выигрывала. Поэтому вот и для этого и нужны турниры. Ну и, конечно, общение, команда, друзья, общение с другими командами, смотрят уже где-то что-то, подсматривают какие-то финты, какие-то тактические установки. Вот, поэтому вот такие турниры очень полезны. Турнир приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало соревнований все участники ждали с нетерпением. Из-за пандемии коронавируса старт пришлось отложить, но дети готовились дистанционно. Дети все хотят играть, дети все ждали этого события. Мы все ждали и, соответственно, все очень довольны. Надеемся, что больше такой ситуации не повторится, что мы будем продолжать играть и все будет хорошо. Турнир общение с коллегой проходит у нас уже два года на территории района. Очень хорошо, что он проходит на этой новой спортивной площадке. Она была построена в 2017 году. Администрация района Рудаков Александрович очень деятельное участие приняла, скажем так, чтобы эта площадка здесь появилась. В 2017 году мы, скажем так, совместно с Министерством спорта очень долго разрабатывали планы, сюда катались, выезжали. Курировали буквально каждый этап. Тогда было построено семь площадок. Строится площадок на территории района продолжать. Турнир «Зубчининовская футбольная лига» продлится два месяца. В соревнованиях примут участие более 12 команд. К новому учебному году в Самаре открылись универсальные спортивные площадки. Появились они во дворах образовательных учреждений. Так у школы номер 139 завершаются работы по благоустройству, а юные футболисты уже вовсю осваивают искусственный газон. Наш корреспондент убедился, что в хороших условиях спортивные результаты будут лучше. Среди своих сверстников Даниил – лучший вратарь. Сегодня он играет в школьной команде на новой футбольной площадке. А на будущее у подростка есть амбициозные спортивные планы. Футбол для него – это не просто увлечение, это наука, искусство и спорт. В школе номер 139 реализуется программа инклюзивного образования. Даниил и его команда помогают своим друзьям, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, встать на ноги. Ведь для детей-инвалидов очень важно быть наравне со сверстниками и в жизни, и в учебе, и в спорте. От того, как скоро они окажутся в среде здоровых ребят, зависит их будущее. В психологии детей и родителей, которые учатся у нас инклюзивно, у них самый главный посыл – это быть как все. И поэтому, когда они выходят на футбольное поле, в спортивный зал, и вот наравне, вот сейчас видите, что играют ребятишки, так сказать, с нормой физической и с ограниченными возможностями здоровья. Есть ребятишки, я знаю, которые вот здесь с нарушениями опорно-двигательного аппарата сейчас играют на поле. Я знаю, что один из них вообще не мог ходить. Он сидел на коляске. Сейчас он играет за эту команду «Крылья мечты». Вокруг этого мини-футбольного поля еще проводится благоустройство. Работы завершатся к первому сентября, а на искусственном газоне уже идут тренировки. Преимущества таких занятий ребята оценили. Хорошие условия – это счастье не только для учеников, но и для учителя. Будет все отлично. С хорошим настроением будем ходить на работу, потому что сейчас работали все, всегда все в основном в зале. Здесь была асфальтированная площадка, здесь невозможно было тренировать детей, потому что, не знаю, кто-то упал, что-то какая-то травма, еще что-то. Это все-таки школа, это не спортивное учреждение. Тут уже по-другому будет родиться. Здесь трава, мягкая зона. То есть, я думаю, здесь меньше будет травм и приятнее будет заниматься. Сегодня у каждого подростка в Самаре есть возможности как для занятий физкультурой, так и для самореализации в спорте высоких достижений. Более ста площадок установили при образовательных учреждениях. И вот к началу нового учебного года оборудовали еще три. Сегодня спортивный интерес поддерживается за счет национального проекта «Демография». Основная цель федерального проекта «Спорт – норма жизни», чтобы физкультурой занимались больше половины россиян. Тогда звезды большого спорта будут выходить из народа. Те, кто имеют талант, а самое главное – желание. Появление таких спортивных площадок, оно, безусловно, способствует тому, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои способности для дальнейших занятий физической культурой и спортом. И, возможно, в дальнейшем и на самом высоком уровне. На пришкольных площадках будут заниматься ученики и из соседних учебных заведений. Кроме того, это хорошая база для проведения соревнований разного уровня. В этом году в Самарской области построят 22 универсальные спортивные площадки. Пять площадок комплекса ГТО, ФОКИ и легкоатлетический манеж в Тольятти, а также ледовый каток в Похвестнево. А на мехзаводе начали капитально ремонтировать стадион «Салют». Как он изменится, расскажем в следующем материале. На стадионе «Салют» в поселке Мехзавод начался капитальный ремонт. Раньше здесь тренировались детско-юношеские футбольные команды, проходили официальные любительские матчи, а теперь работает техника. Капитальный ремонт футбольного поля подразумевает собой полноценное игровое поле размером 109 на 72 и плюс беговые дорожки. Протяженность беговых дорожек порядка 500 метров. Будут предусмотрены прыжковые ямы и сектора под волейбол и баскетбол. Сейчас на стадионе идет вертикальная планировка. Выравнивают земельный участок. В ближайшие дни начнется монтаж дренажной системы. Газон будет искусственной сертифицированной FIFA, что позволит футболистам заниматься на поле в любое время года. Было очень много неровностей. Детей тяжело было обучать. Будет намного проще, я думаю, в будущем. Также здесь установят новые трибуны с навесом на 500 мест, система освещения, ограждения. Благоустройством территории, реконструкции административно-пытового комплекса займутся в следующем году. Объект был непростой. Два раза проходил корректировку проекта. Первый раз подрядчик не нашелся, никто не вышел на торги. Но этот объект у нас в нацпроекте, и поэтому надеюсь, что будет все сделано вовремя, точно и, скажем, с хорошим, великолепным качеством. Капремонт стадиона «Салют» проводят в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Также модернизация и развитие инфраструктуры спорта – одна из составляющих стратегии лидерства региона. В этом году в Самарской области построят в общей сложности 22 универсальные спортивные площадки. Чтобы качественно тренироваться на новых площадках, будущих атлетов снабжают и экипировкой. Так, юные футболисты школы Олимпийского резерва в рамках нацпроекта получили новые бутсы, мячи и даже мини-ворота. На первой тренировке в новых условиях побывала наша съемочная группа. Новые футбольные бутсы для полузащитника Артема Мальцева лучший подарок в этом году. Спортивной обуви хватает на один год. В процессе тренировок и матчей она изнашивается, а новая стоит недешево, рассказывает юный спортсмен. Примерив обновку и опробовав ее в деле, футболист уверен, теперь качество его игры станет лучше прежнего. В новых бутсах, мне кажется, можно будет отдавать четче пасы, так как кожа намного удобнее, более точные удары. Очень удобные бутсы, такой кожаный хороший мяч, то есть им легко владеть, то есть это намного лучше инвентарь, чем прежний. Развитие спортивной инфраструктуры, привлечение молодежи к физкультуре, поиск талантливых спортсменов для включения в сборные регионы и в национальные команды – главная цель федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. В правильности такого подхода не сомневается футбольный тренер Евгений Милькин. Эмоции переполняет, сами можете увидеть, что дети очень радостные, сейчас меряют бутсы, новые мячи. Я очень доволен. У нас не у каждого родителя есть возможность приобрести хорошие сейчас бутсы. Многие тренировались без бутсов, шипов. Как-то пытались. И ждали, когда, что все-таки этот день наступит, он наступил. Полученные от областного Минспорта 20 пар бутс, 20 мячей, тренировочные мини-вороты и барьеры – хороший импульс для работы первой спортшколы Олимпийского резерва. Новый инвентарь и экипировка позволят футболистам тренироваться эффективнее, а значит, быстрее совершенствовать мастерство. Это позволит лучшим попасть в Академию крыльев советов. Для спортивной школы даже Олимпийского резерва это достаточно серьезное вливание. То есть, избежать школы приобретать такой инвентарь достаточно проблематично. И поэтому в рамках нашего национального проекта, в рамках соглашения между школой Олимпийского резерва и Министерством спорта реализуется такая программа. Закупается, передается потом воспитанникам, детям и тренерам. Я думаю, для них это будет большое подспорье в выполнении поставленных задач. Кроме футболистов, новую экипировку и спортинвентарь получили фигуристы, прыгуны на батуте, на очереди борцы и теннисисты. Контролирует, как проходят поставки губернатор Дмитрий Азаров. Поддержка детско-юношеского спорта – один из важных элементов стратегии лидерства, о которой ранее глава региона заявлял в своем ежегодном послании. На этом наш выпуск завершен. Увидимся через две недели в программе «Мастер спорта». Больших побед вам! Удачи!